5 июня в актовом зале городской администрации состоялось собрание с кандидатами дагестанского поискового отряда на местах боев Великой Отечественной войны. Беседа прошла под председательством заместителя главы администрации по общественной безопасности Хайбулы Умарова. Уважаемые друзья, коллеги, в продолжении нашей темы, то, что мы с вами встречались, ближе, так сказать, уже к непосредственному практическим занятиям участия нашего отряда, который мы с вашей помощью уже, так сказать, сформировали, это участие 10 наших ребят нашего города, молодежи нашего города в поисковом отряде на местах боев Великой Отечественной войны, это в Малгабеке, где проходила линия фронта, битва на Кавказе. В работе собрания приняли участие пресс-секретарь администрации Нажила Абдулаев, руководитель телевизионного отряда краеведов-следопытов Балатхан Халилулаев, заместитель руководителя аппарата антитеррористической комиссии Муслим Асланбеков и студенты СУЗов города. Обращаясь к поисковикам, Балатхан Халилулаев отметил, что это прекрасная возможность коснуться истории, побывать на местах боевых сражений. Я такой же счастливый вечер, как вы, потому что попадал в такие места, в отряды, которые собирались со всей страны. Старайтесь там поодиночку куда-то в сторону не отвлекаться, старайтесь быть вместе, коллективно, двое-трое рядом. Обменивайтесь адресами, введите записи, дневники введите, записывайте, как вы там были, что было. Это всё потом пригодится в будущем и вам в своём архиве будет, и вашим детям, и в УЗЕ кое-что мы передадим. Выступая перед собравшимися, Хайбула Умаров подчеркнул, что вахта полностью обмундирована и готова к отправке 18 июня, где в течение недели новоиспечённые краеведы будут проводить раскопки на территории боевых сражений во время Великой Отечественной войны в городе Малгабе, который в 2007 году получил почётное звание города воинской славы. Вы представляете, в первую очередь, республику Дагестан. От вас, вот как вы себя ведёте, в вашем лице, это все дагестанцы будут таковыми. Вы, это огромная, это ответственность огромная. Во-первых, отряды будут северокавказские, там проект как бы он чуть северокавказский, как бы битва на Кавказе, но участвуют несколько отрядов в республике Мариел, Нижегородской и Новгородской области, ну, несколько отрядов есть. В продолжении собрания Муслим Асланбегов проинструктировался о присутствующих правилами пользования инвентарём, которым будут снаряжены участники проекта. На каждой палатке будут флаги, обязательно. Палатки собирать научим, покажем, аккуратно надо собрать, чтобы там детали есть, хрупкие, которые ломаются. Надо будет аккуратно один раз собрать и один раз разобрать, чтобы чуть-чуть бережное отношение было ко всему. Спальный мешок многоразовый, его стирать у нас не получается, поэтому легче бывает стирать просто, поэтому используйте обязательно просто. Вот спальный мешок, вот спальный мешок, внутри палатки двухместные будут по два человека, внутри палатки обязательно каземат разворачивается, стелется. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».